Кукла ручной работы всегда привлекает к себе внимание. Авторские куклы Светланы Федоровой уникальны не только тем, что они сделаны в единственном экземпляре, а как говорится, она сама частица души моей живет в кукле. Сначала надо было детям показать, заинтересовать, поэтому пришла идея, что надо сшить куклу. Большую куклу сшил из тряпочек, потом поменьше, потом еще поменьше. Детей нужно заинтересовать, им все показывать. Ну и когда уже в это дело хоть одну-две куклы сошьешь, начинаешь тягиваться, хочется все больше и больше. Изготовление кукол своими руками – процесс творческий и трудоемкий, требующий особой скрупулезности и фантазии. Одну куклу можно сделать дней за пять. Сначала, говорит Светлана Николаевна, леплю голову, придумываю лицо и руки, обжигаю в духовке при 180 градусах и смотрю на образ. И уже тогда придумываю, что это будет за кукла. После шью ей костюм. Сегодня их у Светланы Николаевны около 20. Но это самое первое запомнилось почему-то больше всего. Материалы, которые использует автор для создания своих кукол, совсем недорогие. Это ненужные кусочки ткани, бусинки, краски, даже лак для ногтей, чтобы, например, раскрасить кукле губы или выразительно нарисовать глаза. Да и сам процесс только доставляет удовольствие. Сложно у меня не представляет сложности. Просто времени очень много отнимает. Кукла затягивает. Если я начал работать с ней, то это надо закончить. Хочется. Вот уже требуется. Быстрее, быстрее, быстрее. И порой сидишь до полночи, до двух, до трех ночи. У меня уже муж там говорит, что еще не спишь. Ну давай уже спать ложись сколько можно. Так что это затягивает очень. Светлана Федорова своих кукол мастерит в основном на подарки родным и близким. А в этот раз решила эти настоящие произведения искусства показать полевчанам. Так и появился целый стенд в художественной школе, занятый ее работами. И вот теперь, когда художница услышала восхищенные отзывы посетителей, подумала приступить к новой коллекции – русский хоровод. Совсем скоро еще один стенд будут украшать куклы в национальных костюмах. Наталья Алаева, Алексей Ионов. Новости нашего города.